День Благодарности Благотворительность в крови. Традиции и обычаи чтят в областном Чечено-Ингушском центре. Пальчики оближешь. Как приготовить чеченское блюдо хынглш? 1 марта в нашем государстве в честь дня создания Ассамблеи народа Казахстана отмечается особый праздник – День Благодарности. Это день, когда депортированные в нашу страну этносы благодарят друг друга и казахский народ за поддержку и милосердие. В этот день также принято говорить спасибо казахской земле, ставшей родиной для представителей разных национальностей. И сегодня мы встретились с теми, кто не понаслышке знает, что такое благодарность. Казахстан – уникальная страна. Мы гордимся своей многонациональностью и дружбой народов. Ведь сегодня в нашем государстве в мире и согласии проживают представители 130 этносов. Однако история о том, как многие народы попали в нашу страну, поистине трагична. В СССР в годы массовых репрессий было депортировано более трех миллионов человек. Местами их спецпоселений стали районы Казахстана, Сибири, Урала и Средней Азии. В Казахстан был переселен 1 миллион 200 тысяч человек. Дурсун Хусинович Мамучоглы о тяготах депортации знает не понаслышке. Тогда, в далеком 44-м, ему было 16 лет. Он был уже почти взрослый и многое понимал. Однако до сих пор, признается старец, он не понимает, за что так жестоко обошлись с курдским народом, выселив из родных домов. Однажды вечером им сообщили о том, что переселяют в Среднюю Азию. Время на сборы дали всего 2 часа. В дорогу отправились в Питером. Трое детей – мама и бабушка. Запихали там маленький вакончик, отправили. Недалеко от Баку. Там остановили. Что-то паровоз заглушили. Не идет. Хотели нас затопить в Каспийское море. Там специально сделали, да. А потом Молотов, заместитель Сталина был. Не так, не пойдет. Объединение нас увидит. Это геноцид. Так затопить. Ну, слава богу, опять паровозы стали работать. Вот. Заводили. Да, три паровозы. Семьдесят четыре вагона. Это Азиара, только курдые. Дорога из Грузии заняла почти месяц. Депортированных высаживали в разных населенных пунктах. 18 декабря семья Дурсуна прибыла в Уштабе. Казаки никто не вышел. Думал, курд Кумурска идет, курд Кумурска. Они думали, что мы не знали, что иногда курд. А потом через два дня они вышли домой. О, нас помогли. Там, чай, там курд. У них тоже. Они казаки тоже бедные были. У них тоже мало. Курд дай, беремщик. Она всем нам дает. Вот так вот. Очень, очень хороший. Казаки освободили дом, нас туда запихали. Только два семья. Да, да. Саксоул, Максоул там помогли. Хорошо, да. Выжили, вспоминает Дурсун Мамучуглы, только благодаря помощи казахского народа. Спасибо, да, и казахский народ, чтобы международная армия, все стабильнее, все хорошо. Все как родные братья, все друг друга знаем. Да, вот так. Мы рядом казахом живем, корейцы, русские, вот так вот. Один там, один там. Все одинаково. Я жила, что все-все жили хорошо, слабо, не были никакой, вот так. Трагическую историю своих предков знает и внучатая племянница Дурсуна Хусеновича Хануха Сенугли. После депортации ее родители поженились и решили вернуться в Грузию. Взяв детей, они отправились в путь. Но там жизнь оказалась еще более суровой. И спустя четыре года семью вновь переселили в Казахстан. Тогда Хану было 9 лет. И страшную дорогу домой она помнит до сих пор. Братики были маленькие совсем. Один даже умер. Даже пеленать ни в чем было. Ничего не было, честно, вот ничего. Вот где подбирались, где доходили, где на возгалах, где оставались. Мы очень долго, второй раз сюда доехали. И вот приехали, нас приютили. Где стали тогда землянки были, таких домов не было здесь. Но жили хорошо. Но мы стали огород делать, стали маленькой развести. Очень нам помогли. Кто хлебом, кто одеждой, кто даже и барановит отдавали, чтобы жили. Поэтому благодарим им очень-очень спасибо нашему казахам. Наши, они как братья нам. В годы сталинских репрессий на территорию Казахстана были переселены разные народы. Депортация мирного населения длилась 20 лет. Начиная с 1936 года поляки, 37-й корейцы, 44-й турки, курды, чечены, ингуши. Недаром чеченский народ 23 февраля называет днем траура. И ежегодно вспоминает в этот день о тех трагических событиях. Депортированных везли в холодных товарных вагонах и выгружали в степи. Им практически не оставляли шансов на жизнь. Переезд был тяжелый. Наши семьи шестеро человек. Месяц почти ехали. Самый тяжелый период, начало жизни в Казахстане. В 37-м году. В Каратарском районе есть особое место – гора Бастубе. Сегодня здесь возвышается мемориал «Казак Халкана Мын Алгыс». Именно тут, в землянках, жили депортированные корейцы. Здесь же похоронены те, кто погиб в то тяжелое время. Кто мог физически работать, их сразу туда, в Бастубе, в горы отправили. Отправили отец мой без ноги, без одной ноги. Кого-то ему делать нечего было. Помогли нам. Выделили. Сарай старый. Нас в сарай шесть человек живут. Именно так в Казахстане оказались турки, поляки, корейцы, курды и чеченцы. Было тяжело. Но казахский народ принял переселенцев с открытой душой. И, несмотря на трудную пору, помог выжить, делясь ними последним куском хлеба. Продуктами помогали. Чем могли, помогали. Одежда. Да сами же тоже тяжело. Голод пережили же они тоже в то время. Но все равно помогали нам. Благодаря казахскому народу, корейский народ в Казахстане выжил. Ничем нельзя выразить вот эту благодарность. Мама моя рассказывала, как выгрузили нас, а казахские местные ребятишки белыми камнями нас кидали. Мы уж сначала испугались, говорит, а потом, когда посмотрели, это был курт. Чтобы мы с голоду не умерли, они нам курт кидали. Отец всегда говорил, семеречки когда попали они, отцу было 22 года. На тот момент, вот действительно, мы бы все, это 44-й год, это очень война шла. И никто, как говорят, зажитошно не жил. Но казахи, именно казахская диаспора, они были здесь, коренные. Они делились куском хлеба. Они вот, они без нас ничего не кушали. Ну все плохо, тяжело жили. Именно благодаря казахской диаспоре, вот казахской диаспоре, наш народ, я благодарен. И мы все должны быть благодарны. И никогда это не надо забывать. Особенно молодежи. С тех пор прошли десятки лет. Казахстан, признается старейшиной, стал для всех настоящей родиной. Хочу пожелать всем нашему народу мира и согласия, здоровья всем. Каждой семье, чтобы не было никогда, чтобы мы только думали о своем будущем. Все, мы все едины. Никогда не надо забывать, мы все едины. Мы казахстанцы. Мы казахстанцы. Аллах Казахстан. Крайжит Ису недаром называют Казахстаном в миниатюре. Здесь в дружбе и согласии. Живет более ста этносов. Представители разных народов встречаются вместе за праздничным Дастарханом. Делят горе и радость. Друг на друга я, например, никогда не обижаюсь. Каждый такой же человек, что мы. Ну, правда, судьба свела нас так. Их оттуда перевезли. Ничего, спасибо. Ни от кого я никаких скверных слов или там еще чего-то не слышал. Обожительное отношение к разным этносам, как и к старшему поколению, воспитывается с самого раннего возраста, уверены старейшины. И здесь абсолютно не важна национальность. Проходишь, младший здоровается, ага, там, поломалейкивает и так далее. Я сам старших уважаю. И прохожу, маленький ребенок ходит, с ним здороваюсь обязательно. Почему? Потому что он подрастет, поймет, ага, надо со старшими здороваться. Как нас родители учили, старший увидел, обязательно здороваюсь. Именно в честь благодарности мудрому и миролюбивому казахскому народу, принявшему все этносы как родных братьев, и было решено ввести праздник, День Благодарности, который ежегодно отмечается в день рождения уникального института дружбы Ассамблеи народа Казахстана. В наших передачах мы всегда стараемся рассказывать вам о традициях и обычаях одного из народов нашей многонациональной страны. И сегодня речь пойдет о культуре чеченского этноса. Для того, чтобы побольше узнать, какие традиции чтит этот гордый народ, мы обратились в областной чеченский центр, который располагается здесь, в Доме дружбы города Толдыкурган. Добро пожаловать в областное Чечено-Ингушское этнокультурное объединение. Для тех, кто хочет поближе узнать культуру этого народа, двери общества открыты всегда. А действует областной центр уже более 30 лет. За это время сменилось 4 председателя, каждый из которых старался внести свою лепту в сохранении культуры и традиций народа. Сегодня центром руководит Адам Байсаев. Адам Имранович Байсаев с 2017 года является председателем областного Чечено-Ингушского этнокультурного объединения «Войнах». В настоящее время занимает пост генерального директора ГКГП «Туризм и зона отдыха» города Капшагай. Имеет международные дипломы и сертификаты, благодарственные письма и почетные грамоты республиканского и областного значений. Женат, воспитывает пятерых детей. И вот уже 15 лет бессменным заместителем председателя правления является Ася Ибрагимова, которая за свою работу также заслужила немало наград. В их числе медали, дипломы, благодарственные письма республиканского и областного значений. И это неудивительно, ведь без участия этой замечательной женщины не обходится ни одно мероприятие Чеченского центра. А деятельность центра обширна и многообразна. К примеру, при обществе действует своеобразный клуб знакомств, где молодые люди, соблюдая все правила приличия и многовековые традиции народа, могут найти себе достойную пару. Кроме того, большой популярностью пользуются курсы изучения чеченского языка. У нас открыты курсы чеченского языка. Кто желает, пожалуйста, можете обратиться в наш центр и записаться. У нас есть хороший преподаватель в Чечне, так что кто хочет изучать язык, всегда двери открыты. Особое внимание в работе центра уделяется вопросам благотворительности. Пару лет назад данный центр совместно с Курским этнокультурным объединением оказал большую помощь малокомплектной школе в селе Ушкомей Каратальского района. На протяжении нескольких лет представители Чечено-Ингушского этнокультурного объединения встречались с учителями и учениками, рассказывали о роли и деятельности Ассамблеи народа Казахстана и, конечно, решали проблемные вопросы этого учебного учреждения. Они оказывали посильную помощь, делали ремонт, приобретали форму для ребят и школьные принадлежности. По их инициативе в школе был открыт уголок казахского языка. А также Чеченский центр организовывал для детей экскурсию в Талдыкурган. Сегодня областное Чечено-Ингушское объединение старается помогать деткам, которые еще больше нуждаются в заботе и внимании. Дома Людки. У меня есть группа там из 14 детей. Вот я их посещаю все время. Гостиницы вожу, вещи вожу. Ну, все для них это обеспечиваю как бы. Там малыш есть наш. Приехала его бабушка, я нашла всех родственников. Приехала вот в органы опеки, и вот будет опекунство обратно таким. И я рада так. Также помогаем малообеспеченным семьям. Бывает это. В религияционный центр тоже. Туда доставляем вещи всякие, одежду. Одним словом, работа ведется большая. И все-таки главным направлением деятельности центра, как и раньше, так и сейчас, остается воспитание подрастающего поколения и сохранение традиции и культуры своего народа. И здесь стоит отметить, что чеченский этнос имеет многовековые традиции, древнейшую и самобытную культуру. Важно знать, что этот народ до сих пор живет по законам Адата. Адатом, в переводе с арабского это означает обычай, называется свод законов и традиций у мусульманских народов. В отличие от законов шариата, эти нормы возникли еще в доисламский период. Прежде всего, Адат определяет правила поведения в семье и обществе. Таким образом, каждый знает, что за любой неправильный поступок и даже за плохое слово придется отвечать. Как объясняют старейшины, это делается для того, чтобы человек, зная о наказании в принципе, старался не совершать ничего неправильного. К примеру, особое наказание полагается за оскорбление женщины. А потому ни один достойный мужчина никогда не позволит себе поднять руку на девушку. Уважительное отношение к женщине проявляется всегда и во всем. Даже влюбленный мужчина не может один встретиться с девушкой, дабы не опорочить ее честь. Он должен позвать ее на встречу, на которой придет с другом. А девушка, в свою очередь, также приходит в сопровождении. Раньше телефонов не было же ничего. Они посылали какую-то женщину в дом, вызывали ее куда-нибудь, ну, к роднику там. Она с ведрами пойдет, как бы за водой. Ну, она знает, что молодой человек там ждет ее. Ну, с ним друзья туда-сюда. Там переговорят все. Ну, если ей молодой человек понравился, все, она соглашается. И в знак согласия она как бы платочек ему дает или кольцо с руки. И все, она уже не имеет права, даже будет свататься, понравиться. Уже не имеет права разговаривать с другими парнями, общаться. Символом здравственной чистоты женщины является платок, который она обязана носить и дома, и на работе. При этом платок этот в некоторых случаях может сыграть, ну, просто огромную роль. К примеру, если между мужчинами возникает ссора, которая может привести к кровопролитию, остановить их может женщина. Сняв с головы платок, она бросает его между мужчинами, а те, в свою очередь, обязаны забыть все обиды и помириться. И таких традиций немало. По-особому проходит и чеченская свадьба. Жених с невестой празднует свадьбу отдельно, жених с друзьями. А невеста скромно стоит в подготовленном для нее углу комнаты. Молодые по старинной традиции должны убедительно показывать родне, что стесняются предстоящей семейной жизни. У нас свадьба без жениха проходит. Он там отдельно с друзьями где-то гуляет. Невеста одна стоит. Ну, сопровождение там девушек, родственников, мужа там, или кто-то ее из дома сопровождал. Она тоже не имеет права ни с кем разговаривать. Особые так обычаи. Развязывание языка с кувшином приносит, со стаканами. Спрашивает разрешение, может он выпить эту воду, если она, значит, добро даст. Она должна сказать, да, можно. Он выпьет стакан, ну, и деньги туда ложит. И, в общем, каждый подходит. Там друзья, родственники, знакомые. Все это полностью. Говорят, если хочешь понять душу народа, послушай его музыку, песни и танцы. Вот и мы предлагаем вам послушать музыку души чеченского народа. Для чеченского танца характерно, в первую очередь, конечно, харизма. Это эмоции, выдержанность парня. То есть, чтобы он действительно показывал настоящий темперамент танца. И, как говорится, лесгинка – это очень зажигающий танец. Поэтому надо всегда зажечь зрителя, передать тот характер танца, который закладывает их учитель. В чеченской лесгинке показывается вся мужская сила на мужчин. Все, как говорится, лежат на плечах мужчин. И это все показывается в танце. То есть, это вот сила, четкость движений. А девушка, она показывает свою покорность. То есть, какая чеченская девушка? В первую очередь, она скромная, нежная. Мужчина олицетворяет воина, орла. А девушка, она нежная лебедь. Танцевальный коллектив «Горец» был создан в 2014 году. Первоначально здесь занималась только мужская половина. Позже подключились и девушки. Сегодня научиться танцевать эмоциональные чеченские танцы изъявляют желания многие. Около примерно 200 человек в нашем коллективе занимаются. При этом у нас 170 мальчиков, 30 девочек. А еще примерно 200 человек стоят в очереди. Сегодня ансамбль «Горец» достаточно известен как в Алматинской области, так и за ее пределами. И это неудивительно, ведь коллектив имеет немало наград республиканского и международного значения. А планы на будущее вполне закономерны. Это повысить уровень мастерства юных танцоров, чтобы ученики однажды превзошли своих учителей. Данный танцевальный коллектив давно сотрудничает с областным чеченским центром, принимая участие во всех мероприятиях, проводимых обществом. А проводят чеченский центр и фестивали, и форумы, и различные встречи. И в будущем такая работа непременно будет продолжена. Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить чеченское национальное блюдо, которое называется «Хынгалш». Для теста мне понадобится мука, литр кефира, пищевая сода и соль. А для начинки мне понадобится сладкая тыква. Как ее приготовить, я вам сейчас расскажу. Мы берем тыкву. Развешиваем ее на средние кусочки и варим. Берем мякоть, добавляем туда сахар. Побольше сахара и щепотку соли. Начнем делать тесто. Берем муку, берем кефир. Добавляем пол чайной ложки соли, чайную ложку соды и смешиваем. Тесто должно быть очень мягким. И во время того, когда мы будем делать фынгалш, мы будем использовать очень много муки. Я тесто собрала. Теперь оно должно быть таким мягким и должно отстоять немного. Наше тесто отстоялось. Теперь мы делаем шарики. Мы начинаем делать фынгалш. Тесто мы должны раскатывать очень-очень тонким. Начинку мы ложим на одну сторону. Берем фынгалш и ложим на сковороду. Печем мы наших фынгалш без масла, на простой сковородке. То есть масла мы туда не добавляем. Пока я их пеку, я приготовила нам пустой пакет. После того, как я запекла, например, один, мы ложим их в пакет для того, чтобы они не высохли. Мы растопили маслом. И вот кипяток. Мы должны мыть наш фынгалш в кипятке. И добавляем больше масла. Потому что чем больше масла, тем они вкуснее. Вот таким вот образом до конца моем и мажем маслом. Фынгалш я сделала. Теперь осталось их разрезать. Разрезали. Теперь можно подавать к столу. Всем приятного аппетита! Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Время нашей программы подошло к концу. Но в наших следующих выпусках вас ждет еще немало интересного. Оставайтесь на телеканале ЖТСУ. Всего вам самого доброго. Мира и согласия вам и вашим сильным. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин